В отличие от прочих человеческих занятий, науку можно охарактеризовать через определенный набор уникальных, присущих только ей специфических черт, которые формируют образ науки как арс-механики. Наука – это сочетание практически несочетаемых вещей. С одной стороны – это искусство, арс, с другой стороны – это механика, ремесло. Чтобы понять сущность научной деятельности, попробуем охарактеризовать ее через четыре постулата, то есть четыре постулата, не требующих доказательств, через четыре аксиомы. Аксиома первая. Наука – это единственное человеческое занятие, которое реализует наше любопытство. При этом любопытство делающего науку производится за счет средств из чужого кармана. С трудом можно представить себе ученого, который сам себя финансирует, который инвестирует в свой собственный проект, в свое собственное изобретение, в свой собственный эксперимент. Аксиома вторая. Наука не делается гигантами. Наука делается карликами, которые сидят на плечах у гигантов и потому увидят чуть дальше линии горизонта. Но при этом каждый карлик, безусловно, желает стать великаном, гигантом. Наука – это та специфическая область человеческой деятельности, где вознаграждение распределяется неравномерно. Причем очень неравномерно. Здесь наблюдается эффект Матфея. Ибо всякому имеющему да прибавится и умножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Так сказано в 25 главе Евангелия от Матфея. Собственно, этот постулат реализуется и в науке. Результатом любого акта научной деятельности, любого эксперимента, любого исследования, любой разработки является создание научной информации, облеченное в вид научной публикации. Жанровое разнообразие научных публикаций достаточно велико. Выделим основные виды научных публикаций, которые наиболее распространены в современной системе научной коммуникации. Первое, безусловно, это научные журналы. Или, точнее, статьи в научных журналах. Другим достаточно распространенным жанром научной публикации являются монографии. Коллективные, авторские. Патенты. Многие считают патенты не научной публикации. На самом деле все наоборот. Патенты специфический, но вид научных публикаций. Равно как и диссертации, диссертационные исследования. Научные публикации образуют достаточно стройную систему научной коммуникации, которая развивается, но во второй половине XX века проявляются первые характерные черты кризиса научной коммуникации. Сейчас эти черты уже стали перед нами достаточно воочию. В чем они выражаются? Первое. Многожды увеличилась армия тех, кто производит научный продукт. Это в первую очередь исследователи, ресерчеры, научные сотрудники. Даже если не учитывать преподавателей высших учебных заведений, техников, инженеров и прочих специалистов, которые по сути своей профессиональной деятельности причастны к научным исследованиям и разработкам, тем не менее армия только научных исследователей охватывает более 10 миллионов человек в 2015 году. В то же самое время массив научных журнальных статей, которые воспроизводятся в рецензируемых изданиях, не превышает 3,5 миллионов. Но в тех инструментах, которые используются для оценки научной результативности и персональной научной деятельности вот этих самых 10 миллионов научных сотрудников, речь идет о мировых индексах научного цитирования Web of Science Co-Collections, точнее журнальных индексах научного цитирования, входящих в состав Web of Science Co-Collections, а также базы Scopus, массивы журнальных статей в 2015 году не превышали 2,5 миллионов единиц. Даже при учете того, что на каждую статью приходится не один и даже не два, а почти три автора сейчас, все равно количество тех, кого следует учитывать, гораздо больше, чем те объемы, в которых они могут воспроизводить свои публикации, и гораздо больше того объема, который позволяют оценить инструменты, современные инструменты по оценке научных достижений. Для того, чтобы научиться разрешать кризисные проблемы, давайте вернемся к основаниям академической профессии и посмотрим, как складывается академический научный цикл. И мы увидим, что ровно половина процессов, которые относятся к воспроизводству научного знания, это процессы коммуникационные, а вторая половина – это процессы производства научного знания. Сначала мы начинаем с поиска научной информации, ищем новые источники, читаем, исследуем их, осваиваем. На основе полученного знания мы формулируем рабочие гипотезы, приступаем к фазе собственных исследований, собственных экспериментов. Это уже пошло не зона научной коммуникации, а области производства знания как такового. Далее на основе своих проведенных экспериментов мы получаем новые результаты, мы их проверяем, обрабатываем, валидируем, и на основе полученных данных пишем новые работы, публикуем их и распространяем. Это вновь возвращение в зону научной коммуникации. И дальше круг замыкается. Для того, чтобы воспроизвести новое знание, мы должны снова обратиться к новым источникам, прочитать, изучить их и так далее. Это замкнутый цикл академической профессии. В нашем курсе мы не будем останавливаться и говорить о профессиональных компетенциях, как поставить эксперимент, как получить нужные результаты. Нет, это вы и так прекрасно знаете без нас. Мы будем останавливаться, мы будем с вами изучать компетенции коммуникационного цикла. Это информационные компетенции, где и как найти нужную информацию, достоверную информацию. Компетенции аналитические, как оценить информацию, как оценить свою деятельность как ученого. Компетенции коммуникативные, как подготовить доклад на конференции, как выбрать подходящий журнал для своей публикации. Компетенции управленческие, вы опубликовали определенное количество публикаций, у вас есть монографии, у вас есть статьи, другие виды научных публикаций. Как собрать весь этот материал, весь этот ваш портфолио и представить миру и городу. Собственно, об этом наш курс. Продолжение следует...